Дорогие друзья, шалом алейхем. Раньше, когда ребенок плохо себя вел, мы его наказали, проявили жестокость, были к нему очень строги, и он начал вести себя лучше. Сегодня мы понимаем, что это путь никуда. Это короткие дороги, потому что мы видим сразу результат, но этот путь потом окажется очень длинный, потому что ребенок не меняется. Сегодня мы знаем, что такого ребенка надо еще больше любить, обнять, потому что у него что-то не хватает. Причина почему он себе так ведет, потому что у него не хватает внимания, не хватает любви. И поэтому надо давать ему то, что у него не хватает, и мы точно увидим результат. Это занимает больше времени. Надо говорить с ним больше, любить его больше, инвестировать очень много времени, но это будет длинный путь, который потом окажется коротким и эффективным, потому что он будет меняться. И не будет причины, почему он так себе вел. И это не только в семье. Это на уровне общества, общины, страна, народ. Когда он так себя ведет, он просто умоляет и просит нас помогите мне, мне не хорошо. Он привлекает внимание, ему просто надо больше любить, узнать как ему помочь. Это, в общем, но в районе есть случаи, где приходится проявляет жесткости человеку, потому что он становится большая проблема для общества. И его надо наказать, убрать, разные действия, очень, очень тяжелые. И это подобно на хирург, который пытается избежать операции. Но когда нет другого выхода, он режет решительно, режет широко, чтобы убрать всю опухоль или гной. Это может выглядеть жестоко, но там любовь. Решительность перекрашает мучение. И точно так в жизни. Если приходится сделать что-то жесткое, надо готовиться к этому. Мы должны быть уверены, что наша причина, потому что мы любим людей. Не для того, что наказать, не для того, что стать известными, не для того, что заработать. Что наши причины, они чистые для людей. Когда мы собираемся это сделать, надо сильно готовиться к этому. Это надо сделать не когда мы на эмоциях, когда мы злимся, а выбрать правильное время и проявлять всем остальным большой любви и внимания. Что никто не испугался, то, что мы будем сейчас наказывать человека. Есть еще причина. Если мы начнем делать этого, мы можем, не дай бог, привыкнуть к этому. Потому что это легкий путь. Наказать сразу будет результат. Мы не думаем о том, что позже будет еще хуже. И что мы не привыкли к этому, мы должны проявлять много любви и всем остальным. Для того, что оно не стало привычка для нас. Что мы не привыкли быть жестоками. Наша глава, нидели Пинхас, говорит про Пинхас, который сделал очень-очень тяжелое дело. Он убивал глава колена Шимон, потому что он увидел, что этот человек осквернил имя Всевышний. В результате этого еврейский народ был наказан. Была большая эпидемия, мор, потому что Всевышний прогневался. И ему пришлось убить этого человека и женщину, с кем он грешил, для того, чтобы спасать евреи. Получается, это был жестокий поступок. Но на самом деле он это делал от доброго сердца и от любви к своему народу. И он не только не был наказан, он был признан как герой еврейского народа. Вот это урок для нас, что даже если иногда надо что-то сделать, должна быть очень большая причина, потому что нам надо спасать всех остальных и нет выхода. Но это происходит в очень редких случаях. А вообще надо любить еще больше, обнять еще больше, уделить больше внимания. Это путь длинный, который потом окажется короткий, эффективный, и в отношениях с детьми, и в любое общество, в любое кампании, сроки снижениями, муж и жена, жена и муж, в любое ситуации. А если приходится делать операция, надо к ней готовиться, так как хирург готовиться к операции, для того, чтобы решить вопрос, но что не спортировал нас, чтобы с атмосферой в нашей жизни. Зайд гизунт, шаббат шалом. Момент мудрости Сколель Тора Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.